Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Я продолжаю рубрику Домашние крепкие напитки. Сегодня я готовлю прекраснейший домашний самогон из ячменя, то есть из ячневой каши. У меня есть ячневая крупа. Здесь 7 килограмм. Сзади меня стоит парогенератор. Он уже нагревается. Скоро начнет шипеть, и съемку будет очень сложно вести. Парогенератор нагреет в другом перегонном кубе. В котором я обычно перегоняю зерновую брагу. В эту воду я высыпаю кашку. И мы ее завариваем или запариваем в течение полтора-двух часов. Я работаю только на фильтрованной воде из обратного осмоса. Это очень важно. В парогенераторе у меня тоже залита фильтрованная вода из обратного осмоса. Чем лучше исходные компоненты, тем лучше будет и наш готовый продукт. Сырая каша прекрасно перемешалась. Включаю парогенератор на маленький режим мощности и запариваем. Каша вот такая густая. Сейчас я сюда вношу фермент альфа-мелазу. Посмотрите, насколько сразу стала каша жижа. То есть моментально. 2,5 кубика на объем почти 30 литров и сразу как разжижилась. Ячневая каша сейчас уже остыла. Я отобрал часть ячневой каши, которая ферментировалась, разжижилась и осахарилась. И добавляю в нее сухие дрожжи, спиртовые, американские, для того, чтобы они разбродились. Вот они такие. По норме нужно добавлять 2,5 грамма на 10 литров браги. Также я буду добавлять 3 капсулы антибиотика доксициклина. Это сделано для того, чтобы моя брага в любых ситуациях не скисла. Вот так уже видно пенка. Смотрите, аромат такой приятный, как будто бы йогурт. Сейчас я высыпаю капсулы с антибиотиком доксициклином. Оболочку я выбрасываю, а сам порошок я всыпаю в брагу. Я сюда выливаю разведенные дрожжи. Тщательно перемешиваю. Сама кашка у меня охладилась до температуры 30 градусов, может быть 29, скорее всего 30. Я ее утепляю кожухом из пенопласта, ставлю гидрозатвор и она начинает играть. Два раза в день я обязательно флягу с брагой буду интенсивно раскачивать для того, чтобы корочка, которая может образоваться на поверхности каши, смачивалась и брага не пыталась прокиснуть. Прошло 6 часов, вот так интенсивно выходят пузырьки воздуха, бражение прекрасно запустилось, и сейчас у нас ячменная брага отлично работает. Ячменная брага отбродила за 3 дня под гидрозатвором, я ее попробовал, она уже была прекрасно готовая, но я ее еще дал ей день постоять, все это время периодически, где-то раз в 15-20 секунд выходили пузырьки углекислого газа, я ее поставил на перегонку. Я ее ставлю с пустой царгой, потому что если будет выброс каши, чтобы не забились насадки, у меня идет один цифропарник и один барбатер. Это сделано для того, чтобы исключить выброс браги в готовый продукт, отбирая на максимальной мощности с помощью парогенератора. Сейчас я ставлю второй затор на ячмене, то есть на ячмене. Сделаю несколько уточнений. Гидромодуль 1 к 2,5 прекрасно работает, потому что после внесения фермента альфа-амилаза сусло замечательно разжижается, но после внесения фермента глюка-амилаза оно становится еще жиже, поэтому сначала, когда я думал, что это слишком густо, оно потом разжижается. Кстати бы, я еще ни разу не говорил о том, что нет пены во время брожения, нет корки, которая засыхает на каше во время брожения, хотя я, конечно, ее кашку перемешиваю, вот так, путем раскачивания фляги, поэтому корки нет, даже когда я открываю. И самое важное, что когда я делаю перегонку, то нет пены, поэтому я не использую пеногаситель. Высыпаем антибиотик. Вот такое жидкое получается сусло при гидромодуле 1 к 2,5 на каше, представьте. Его даже можно перегонять без парогенератора, хотя парогенератор это отдельная тема, и это просто песня. Он стоит сделать его копейки, но с ним вы выходите на уровень космоса. Я устанавливаю гидрозатвор и ждем. Я только что закончил перегонять ячменный самогон. Аромат обалденный, даже головы почти ничем не воняли по сравнению с кукурузным самогоном. Я очень доволен. Сейчас я развел одну партию ячменного самогона до крепости 45 градусов, остальное крепости 50 градусов, для того, чтобы не слишком много занимало объема и для того, чтобы возможно последствия я буду ставить ячмень на щепу. Сейчас все это будет отдыхать в стекле дней 10, как минимум, и потом начнем дегустировать. Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сегодня я дегустирую ячменный дистиллят. Он уже созрел, отдохнул 12 дней в баночке, его крепость 55 градусов, возможно, немножко крепче, чем хотелось бы, но будем пробовать. Начинаем дегустацию. Как льется красиво! Аромат очень нежный, слышна яркая сладость, более точно пока ничего не могу сказать. Вкусно! Во рту хорошая такая приятная сладость, крепость, слышно именно крепость, что самогон крепкий, 55 градусов, пока никакие нотки новые не добавились, но очень элегантно и похоже на яркий зерновой спирт. Попробуем огурчик. Прошло тепло. Класс! Обожаю это чувство, когда после первой такое тепло развивается. Маринованные грибочки, вешенка. Пахнет вкусно. Я думаю, что именно под ячменный дистиллят грибочки будут в самый раз, потому что он более такой брутальный и эта закусочка подчеркнет его вкус. Грибочек упругий, обалденный. Давайте пробуем дальше, что же это за рапиток. Так. Аромат такой же, а по вкусу. Очень густой напиток. Тянется, как будто бы такой густой сахарный сироп пьешь по ощущениям. Вкус нежный, обволакивающий. На ячмень совсем не похоже. Но мне очень нравится. Обалденный. Друзья, ячменный дистиллят, он очень ароматный, мягко пьется. Это будет прекрасный, волшебный напиток. Это будет подарок на столе для любой компании. Попробуйте сделать ячменный дистиллят, а я пока попробую грибочки. Ссылочка, как сделать грибочки, вот здесь. Грибочки очень вкусные, они упругие, очень насыщенный вкус. Бомба! Это как раз то, что я хотел сделать. Давайте продолжим дегустацию. Вот так. Третье. Третье как раз открывает все самые скрытые нюансы напитка и помогает раскрыть его вкус. Да, третье лучше всего. Уже пошел такой, просто слюнки текут, вкус очень вкусный. Хочется его пить и пить. Он обалденный. Ячменный дистиллят бомба. Кукурузный, мягенький, такой особенный. Возможно, он больше даже для дам подойдет, а именно ячмень. Он такой слегка брутальный, очень классный. Класс! Посмотрите, какая волшебная лапка у грибочка. Вот такими грибочками лучше всего закусывать крепкие домашние напитки. Как он пахнет! Друзья, ячменный дистиллят мне очень понравился. Это совершенно другой вкус. Это и не пшеница, и не кукуруза. Это что-то, нечто особенное. Попробуйте его сделать по моему способу на ферментах. Будет просто восхищение. Все ваши друзья, все ваши гости скажут, вы настоящий бог домашних крепких напитков. Это просто вот. А вам всем я желаю крепкого здоровья, умеренности. Если вам понравилось это видео, пишите в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, ссылочка вот здесь. Нажимайте на колокольчик, вы будете всегда в курсе всех новых видео на моем канале. И помните, кухня это самое спокойное место.